Сказка о Бекри Мустафе Однажды во время Селемлика султан Сулейман в сопровождении многочисленной свиты ехал по площади своей столицы. Вдруг от толпы отделился какой-то пьяный оборванец, схватил лошадь султана за уздечку и остановил ее. Телохранители тотчас же бросились к дерзкому нечестивцу, чтобы схватить его, но султан, удивленный необычным поступком подданного, движением руки остановил стражников. — Чего ты хочешь? — спросил он у еле стоявшего на ногах оборванца. — О, султаным! Продай мне эту лошадь! — ответил тот. Присмотревшись к оборванцу, султан узнал в нем известного по всей стране знаменитого чудака и пьяницу Бекри Мустафу. Выходка Бекри так понравилась султану, что он весело рассмеялся и сказал, — Хорошо, Бекри, я продам тебе своего скакуна, но прошу тебя, позволь мне, пожалуйста, поездить на нем еще дня три. — Ладно, разрешаю, Аллах с тобой, катайся последние три дня, но скажи сразу, сколько ты хочешь за эту клячу. Да смотри только, Сулейман, если ты хочешь содрать с меня лишнее, то плохо тебе будет. — Не бойся, сторгуемся, — сказал султан, еле удерживаясь от смеха. — Жеребец этот обошелся мне в пятьсот золотых. Столько же я из тебя возьму. — По рукам! — закричал Мустафа. — Бери задаток! Тут он вынул из кармана болтавшийся там пиастр и протянул его султану. Потом выпустил из рук куздечку и под восхищенные возгласы толпы торжественно отправился домой. Пройдя шагов пять, он обернулся и крикнул еще раз. — Смотри же, Сулейман, не надуй Мустафу! Прошло три дня. Помня о приключении, султан через своего посыльного призвал Мустафу к себе во дворец. — Ну, Бекри, раскошеливайся, покупка ждет тебя. Мустафа, из памяти которого уже вылетел его поступок, сделанный в пьяном виде, вытаращил глаза и смотрел на властителя, ничего не понимая. — О чем ты спрашиваешь, повелитель? — удивился он. — О какой покупке идет речь? — Как ты смеешь насмехаться над великим падишахом! — закричал в гневе султан. — Не ты ли сторговал у меня на прошлом селемлике моего жеребца? Обещаю уплатить за него пятьсот червонцев. Я сейчас же велю посадить тебя на кол, дерзкий обманщик, если ты не отдашь мне немедленно деньги. Бекри, отдавший султану в виде задатка свой единственный и последний пиастр, увидел, что попал в такое положение, от которого уже действительно недалеко до того, чтобы воссесть на кол. Почуяв, что времени терять нельзя и нужно выпутываться из беды, он приложил руку к сердцу и сказал, — О, властитель над трезвыми и пьяными! При чем же тут бедный Бекри? Ведь твоего скакуна, да продлит Аллах, его дни покупал вовсе не я, а та чудодейственная вода, которую шариат велит называть вином. Такой неслыханной дерзости султан уже не мог вытерпеть. Он вызвал стражу, чтобы расправиться с дерзким нечестивцем, но неунывающий Мустафа остановил султана и воскликнул, — Позволь же мне доказать на деле то, что я говорю тебе на словах. Прикажи этим воинам, которых ты так кстати позвал, привезти сюда трех самых смиренных и горемычных из твоих подданных, которых они встретят на улице. Пусть один из них будет безногий, другой — слепой, а третий — нищий галаштанник. И пусть подадут к столу кушанье и поставят побольше хорошего вина. И ты увидишь, о султаным, что будет вытворять этот могущественный напиток, превращающий бедного дервиша в великолепного падишаха и падишаха в глупого ишака. Султан Сулейман захотел проверить, правду ли говорит Мустафа, и сделал все так, как тот ему посоветовал. Не прошло и часа, как во дворец были приведены с улицы три жалких и забитых человека. Один из них был слепой, другой — галаштанник, а третьего внесли на руках, так как у него не было обеих ног. Бекри усадил всех троих за богато убранный стол и принялся угощать их таким вином, какое им и во сне никогда не снилось. А султан в это время стоял за решетчатой перегородкой и с любопытством наблюдал за перующими. Вскоре у всех троих гостей кровь в жилах стала переливаться быстрее, и языки развязались. Первым заговорил безногий. Подняв бутылку и встряхнув ею перед собеседниками, он воскликнул. — Эх, окаянное зелье! Какое ты спокойное, когда сидишь тут в бутылке! А стоит тебе влезть, внутрочеловеческое так становишься огнем! Попадись мне тот, кто тебя выдумал, так я его, будь то хоть сам Сулейман, растоптал бы обеими ногами! — Чего ты там разорался? — закричал безногому слепой. — Вижу, вижу, что ты там затеваешь! Пей, дурак, да молчи! Не то я тебя так стукну, что будь ты хоть сам Сулейман, у тебя оба глаза вытекут! Думая, что собутыльники призывают избить султана, глаштанник принялся размахивать бутылкой и во все горло закричал слепому. — Бей его, Кераглан! Чего смотришь? Бей его, Толстозадова! Выпустим из его курдюка султанский жир! Не жалко мне семьдесят кисе золота уплатить за его вонючую душу! После этих слов Бекри Мустафа подошел к султану и сказал — О, могущественный властелин! Убедился ли ты теперь, что тогда на селемлике лошадь твою покупал вовсе не я, а вот это вино, которое превратило в отъявленных храбрецов этих обездоленных людей и дало им то, чего у них нет! Но султан Сулейман ничего не ответил Бекри. Он сидел ни жив, ни мертв за своей перегородкой и слушал, какие страшные угрозы посылают ему самые презираемые из его подданных. Когда же он вспомнил, что таких подданных в его государстве больше, чем тысяча тысяч и еще одна тысяча? Холодный пот прошиб его. Забыв о расправе, он отпустил с миром и Бекри, и всех трех гостей. Решив, что всякое недовольство и возмущение среди подданных происходит от употребления ими вина, он поднял глаза к небу и прошептал «Ляйлах, ляллах, велик пророк, запретивший правоверным пить эту проклятую жидкость!» Сказка о воре Амите и карманщике Мемете Жила некогда в Египте одна блудница. Эта женщина имела одновременно двух мужей и так жила с ними, что ни один из них ничего не знал о своем сопернике. И занимался один из этих мужей воровством, а у другого была профессия карманщика, и оба они были лишь учениками этой блудницы. Вот однажды первый муж, которого звали Аметом, попался на продаже краденой одежды, и пришлось ему спасаться от преследования. Вбежал он в дом своей жены, чтобы спрятаться у нее, и рассказал ей о своей неудаче. И посоветовала ему жена, раз уж улечен он в преступлении, покинуть на некоторое время этот город. Дала она ему полкаравая хлеба, да полкурдюка сала и выпроводила на большую дорогу. Спустя немного времени явился второй муж, которого звали Меметом, и которого судьба научила быть обирателем карманов. И этот муж тоже попросил спрятать его, потому что и он попался на одном деле и скрывается от преследования. Дала женщина и этому своему мужу полкаравая и оставшуюся половину курдюка, и выпроводила также на большую дорогу. И пошел он по ней за первым мужем, Меметом. А тот, между тем, остановился за городом у источника, вынул из мешка хлеб и сало и стал угощаться. В это время подошел к источнику второй муж, Мемет, сел поблизости и тоже достал свои припасы, чтобы утолить голод. Увидя незнакомца, расположившегося на отдых, в нескольких шагах от него, Мемет последовал обычаю правоверных стран Востока и пригласил его присоединиться к нему, чтобы совершать трапезу совместно. Когда Мемет принял приглашение и подсел к Мету, тот с удивлением увидел, что хлеб этого прохожего — половина того же каравая, что и его хлеб, и что сало отрезано от того же курдюка, что и кусок, лежащий перед ним самим. Заинтересовался этим Амет и спросил карманщика, кто он такой и откуда держит путь. Мемет рассказал подробно, откуда он, указал улицу, на которой живет, и назвал имя своей жены. «Позволь!» — воскликнул Амет. «Так ведь это же я живу в этом доме, и эта женщина, которую ты называешь своей женой, моя жена? Ах, ты дерзкий обманщик! Ты ответишь мне за эти слова!» Подивился этим словам Мемет и не поверил своим ушам. Взял он оба куска хлеба и примерил их друг к другу. Оказались они половинами одного каравая. Взял сало и тоже сложил куски вместе, и тоже составили они вместе один курдюк. И пришел тут Мемет в ярость и закричал на собеседника. «Как? Чтобы она была твоей женой! Да я десять лет живу с ней, и не будь я хороший карманщик, если отдам ее тебе!» Амет тоже поднялся на ноги и тоже начал кричать на соперника. Так ругались и спорили они до тех пор, пока Мемет, который был более рассудительным, сказал, обращаясь к вору. «Вот что, друг, драка все равно бесполезна, ибо не разрешит она нашего спора. Не лучше ли будет, если мы сейчас оба вернемся к нашей жене и спросим у нее самой, кто же по-настоящему является ее мужем? И тогда станет нам все это ясно, как деснится пророка!» Согласился с такими словами Амет, и направились они оба домой. Увидев их вместе, жена двух мужей тотчас же догадалась, в чем дело, предложила им сесть, села сама напротив и сказала так. «Именем Аллаха и его пророка заявляю чистосердечно, что до сегодняшнего дня принадлежала я вам обоим. Но сегодня, раз уже узнали вы оба об этом, буду я женой только того из вас, кто покажет себя более искусным в своем деле». Выслушали эти слова оба мужа, и так как все равно не придумали бы они ничего лучшего, то согласились они на эти условия и решили испытать свою ловкость. Мемет вызвался первым начать испытание и направился в сопровождении Амета на городской базар. Там он высмотрел одного богатого чужестранца, который, расплачиваясь с торговцем, положил в свой кошелек золотые и спрятал его себе за пазуху. «Ну, смотри, что я буду делать», сказал Мемет Амету. С этими словами он подошел к чужестранцу и так ловко вытащил у него из-за пазухи кесет, что тот ничего и не заметил. Зайдя в переулочек, Мемет высыпал золото к себе на колени и пересчитал его. В кесете оказалось ровно тысяча золотых. Карманщик отсчитал от этой тысячи девять золотых и положил их в карман, а остальные девятьсот девяносто один червонец высыпал обратно в кошелек. Потом снял с пальца серебряное кольцо со своей печатью и тоже положил его в кесет. «Ну вот», — сказал он Амету, «теперь посмотри, что будет дальше». Сказав так, он вернулся к чужестранцу, который так и не хватился еще своих денег, сунул ему снова за пазуху кесет и опять отошел в сторону. Потом он в третий раз подошел к этому человеку и вдруг схватил его за шиворот. «Ах ты, проклятый вор!» — закричал он на чужестранца. «Как ты смел ограбить меня, честного уважаемого купца? Да я сейчас же передам тебе в руки правосудия, если ты не вернешь мне немедленно мой кесет!» Чужестранец так был ошеломлен этим нападением, что, ничего не понимая, вытаращил глаза на карманщика и воскликнул. «Вот тебе и на!» «Да ты что, очумел, что ли? Кто ты такой, что хочешь отнять у меня мои собственные деньги? Оставь меня в покое и уходи ради Аллаха по добру-поздорову!» Но он и так-то легко был отвязаться от Мемета. Он крепко держал чужеземца и орал на него все громче. «А-а-а! Так ты хочешь узнать меня поближе? Ну так следуй же, окаянный ворюга, за мной, Кадию!» Видя, что ему все равно не отвязаться от дерзкого пройдухи, чужестранец решил, что нет ничего лучше, как предстать перед судьею. А потому без сопротивления последовал за Меметом. А Амет шел возле и с любопытством смотрел, что будет дальше. Так пришли они к Кадию. И Мемет, ругаясь и призывая в свидетеля Аллаха, заявил, что он обокраден и требует обратно свой кесет. А чужестранец в свою очередь кричал, что кесет принадлежит ему и что он может доказать это чем угодно. «Ну, если ты уверяешь, что кесет твой, то скажи же, сколько червонцев находится в нем?» — сказал Кадий, обращаясь к чужестранцу. «Ровно тысяча!» — воскликнул чужеземец. «И я откажусь от этих денег, если там будет хоть на один пиастр меньше». «Ну, а ты?» — спросил Кадий у Мемета. «Сколько ты считаешь в этом кесете червонцев?» «Клянусь бородой пророка!» — воскликнул карманщик. «Если вор этот не успел еще что-нибудь вытащить из кошелька, то в нем должно находиться девятьсот девяносто один червонец и кольцо с моей печатью». «Высыпайте червонцы!» — сказал Кадий чужестранцу. Чужестранец вынул из-за пазухи кесет, и высыпал его содержимое на стол. Каково же было его изумление, когда, пересчитав золото, он нашел там девятьсот девяносто один червонец и серебряное кольцо с именем Мемета. Кадий, согласно закону, тотчас же передал червонце и кольцо Мемету, а дерзкому чужестранцу приказал всыпать пятьдесят палочных ударов. Выполнив так искусно свою задачу, Мемет в сопровождении Мемета вернулся домой и рассказал жене обо всем, что с ним случилось. «Вот доказательства моего искусства!» — сказал он, передавая ей заработанные червонцы. Женщина похвалила Мемета и сказала, что ни один карманщик в мире не превзошел его искусной и чистой работой. «Теперь твоя очередь», — обратилась она к вору. «Иди и ловкой проделкой покажи свое умение». Амет дождался ночи, взял веревку и, захватив с собой Мемета, направился с ним прямо ко дворцу падишаха. Как только они подошли к высокой стене дворца, Амет закинул веревку на стену и в мгновение ока забрался внутрь двора. Затем он втащил туда же Мемета и пошел искать помещение, где хранилась казна. С ужасом смотрел Мемет на действия смелого вора, а тот, достав отмычки, немедленно открыл тяжелую дверь и набрал из казны столько драгоценностей, сколько поместилось у него в широких карманах шаровар. Выйдя с драгоценной ношей из сокровищницы и снова закрыв за собой дверь, Амет поймал в птичнике гуся и придушил его так, что тот не издал ни звука. После этого он разложил перед самым окном ханских покоев костер и приказал дрожавшему от страха Мемету зажарить жирную птицу. — Ради Аллаха! — взмолился вне себя от ужаса Мемет. — Не губи ты мою душу, Амета Фенди! Уйдем отсюда, пока не приказал падишах предать нас смерти! — Переверни на другой бок, а то пережаришь! — ответил вор. Сказав так, он подошел к окну ханской спальни и вскочил на подоконник. — Богом тебя прошу! — зашептал чуть живой от ужаса карманщик. — Отпусти меня ради пророка домой. Бери, пожалуйста, эту женщину себе в жены. Я навеки откажусь от нее, только заклинаю тебя. Уйдем отсюда! — Знаем мы вас, — засмеялся вор. — Сейчас отказываешься. А стоит только вернуться домой, как у тебя из памяти вышибет эти слова. Нет уж лучше я спрошу самого падишаха, кто из нас двоих более достоин наслаждаться этой женщиной. И с этими словами Амет нырнул в окно и без шума проник в ханскую спальню. Там он увидел падишаха, который лежал на тахте под балдахином и дремал, а подле него сидел молодой евнух и чесал ему пятки. Этот евнух, как видно, тоже хотел спать, потому что то и дело клевал носом и, чтобы не заснуть совсем, жевал ароматную мастику. Амет подкрался к евнуху и тихонько всунул ему в рот конский волос, который тот сейчас же вживал в мастику. Как только голова евнуха снова опустилась на грудь, вор ловким движением руки вытащил за волос эту мастику у него изо рта, потом поднес к его носу пузырек с сонным снадобьем и усыпил его. Евнух окончательно повалился на бок и захрапел, как поросенок. Амет поднял его, положил в стоявшую рядом корзину и повесил на крюк, торчавший в потолке. А сам уселся на его месте и принялся почесывать падишаховые пятки. Мемет, жаривший под окном своего гусака, чуть не умер от страха, когда увидел все это. Его то бросало в жар, то обливало холодным потом. — Государь мой! — вкратчиво обратился Амет к дремавшему падишаху. — Проснись на минутку, я расскажу тебе сказку. Шах приоткрыл глаза и, не различив перемену, сказал в полусне. — Говори, я слушаю. И Амет начал повествование о своих и меметовых приключениях, начиная с того момента, когда они впервые встретились. Так он рассказал, как они условились, что выиграет женщину тот, кто отличится наибольшей ловкостью и самой искусной проделкой. В это время карманщик, окончательно уже терявший от страха разум, начал громко возносить моление Аллаху. — Ты лучше переверни гуся, а то он пережарится, — крикнул ему из спальни Амет и снова продолжал рассказ. Он поведал Шаху о том, как ловко околпачил мемет на базаре чужеземца, как они пошли потом вместе, Амет и мемет ко дворцу, и как перелезли они через высокий забор. Амет рассказал о том, как обокрал он казну и как пролез к Шаху в спальню и усыпил Евнуха. Вот и сидит этот вор Амет и почесывает по дешаху пятки и услаждает его слух занимательными сказками. — Спи, спи, государь! Висит твой Евнух в корзине и видит хорошие сны. — Переверни-ка гуся, чтоб не пережарился! Не жив, не мертв, сидел мемет в продолжении этого рассказа над своим гусаком и видел себя в мыслях уже на колу. А Амет наклонился над падишахом и спросил его, — Скажи же, о мудрый царь, кто из этих двух ловкачей заслуживает объятий той неверной женщины? И падишах в полусне ответил, — Конечно же, вор! Он с честью победил в этом состязании, показал больше искусства в своем деле и заслужил по этому право быть мужем этой красавицы. — Ты слышал решение, царя? — обратился Амет к карманщику. — Слышал, слышал, — зашептал, стуча зубами мемет. — Бери ее ради Аллаха, она твоя. Только отпусти ты меня отсюда, пока я жив. Уйдем, прошу тебя из этого места, пока не поздно. Не только жену, все мое наворованное добро возьми себе, только давай, пожалуйста, скорее бежать отсюда. Убедившись, что соперник действительно не будет больше претендовать на его жену, Амет вылез из ханской спальни, подкрепился спокойно гусятиной и вернулся с меметом домой. Там он рассказал жене обо всем происшедшем. И когда мемет подтвердил его слова, жена настолько была восхищена деяниями Амета, что приняла его как мужа и заявила, что впредь только с ним одним будет разделять свое ложе. С тех пор так и осталась поговорка «Переверни гуся, чтобы не пережарился». Когда Падишах утром проснулся и посмотрел вокруг себя, он с удивлением заметил, что верного его Евнуха нет возле кровати. Сколько ни окликал его Падишах, все было тщетно, ответа не последовало. Вне себя от гнева намеревался уже было Падишах ударить в ладоши и созвать людей. Как вдруг увидел, что Евнух преспокойно спит в подвешенной к потолку корзине. Встал тогда Падишах, вытащил его оттуда и привел в чувство. — Как попал ты в эту корзину? — спросил он его сурово. Евнух вытаращил глаза и забормотал, что он ничего не знает и не помнит. Тогда только и понял Падишах, что это не приснилось ему. Тогда только догадался, кто ему чесал пятки и рассказывал сказки. Тотчас же он созвал большой диван всех своих визирей, эмиров и беев. Рассказав им о невероятном событии и выслушав их мнение, Шах приказал немедленно послать по всей стране теллялов, глашатаев, чтобы нашли они этого вора во что бы то ни стало и чтобы привели перед его Падишаховы очи. И в ту же минуту тысяча теллялов побежала по улицам и площадям столицы объявлять народу о розыске ловкого пройдохи. Под звуки тамбуров клялись они и призывали в свидетели пророка, что ни один волос не упадет с головы этого человека и что Падишах отдаст ему все, что тот унес из его казны, да еще и отдарит его своими милостями. Слушал, слушал Амет эти призывы. Выступил вперед, да и объявил, что он и есть этот самый сказочник. Глашатые сейчас же взяли его и повели впереди себя во дворец Падишаха. «Селям алейкум, Амет ага!» Поздоровался с ним Падишах, как только Амет вошел к нему. «Поведай мне, искуснейший из грабителей моей страны, что принудило тебя совершить такой смелый подвиг. Говори смело и не бойся моего гнева». Амет снова повторил свой рассказ и объяснил, что суждение о своем искусстве хотел он услышать от самого Падишаха, потому и пролез он в его спальню. Когда он окончил повествование, Шах обнял его и сказал, «Не дело такому ловкому артисту пропадать на мелком воровстве и жульничестве. Ты достоин, сын мой, занять место главного моего визиря и применить свое искусство в деле управления всей страной. Иди же в диван и займи место среди тебе подобных». И, одарив Амета драгоценностями, Падишах сделал его главным своим визирем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...